Следующий из этого хадиса, говорит, что Маамум, если он не может делать обязательные вещи в намазе за имамом, обязательное чтение или обязательное зикар, то он может или даже должен отделиться, говорит он. Например, если имам читает очень быстро фатиху, так что не может Маамум даже прочесть половину. Ну, в Зувре там, да, или в Асари намазе, или в третьем-четвертом ракаде, так быстро читает, что Маамум не успевает закончить фатиху. Хорошо, то тогда обязательным является отделиться от такого имама. Почему? Потому что невозможно здесь следовать за имамом, если только что не нарушишь рук. Следование за имам чревато нарушением рук, наставлением рук, говорит он. То есть мы не можем закончить рук, иначе как что, уже не следуя за имамом. Получается вот такое противоречие. Поэтому мы говорим, что нужно отделиться ему и закончить намаз самостоятельно. Да, это мнение, если мы сами на рахиме, Аллаху-Та'але, 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 по поводу фатихи. Фатиха становится для Маамума вадьб. Хорошо? Обязательно. Фатиха становится для Маамума. Почему? Потому что если Маамума опаздывает на намаз и приходит на руку, он что делает? Читает фатиху, а потом в это время, когда имам в руку, приходишь ты. Что ты делаешь? Читаешь фатиху, а потом совершаешь руку? Нет, ты сразу переходишь в руку, оставляя фатиху. Правильно? Значит, фатиха для Маамума, если имам читает ее, то для Маамума она уже не рука, на что, а вадьб. Это указывает, Аллаху-Та'але, Аллаху-Та'але. Поэтому сказать здесь, что если ты не успел дочитать фатиху, то ты отделяешься от имама, это мнение, Аллаху-Та'але, говорит, если быстро через все читает, то может, что он должен отделиться. Мнение, Аллаху-Та'але, Аллаху-Та'але, Аллаху-Та'але. Ну, в любом случае, опять же, конечно, скорость имама тоже понятие относительно. Бывает действительно, что совершать так, что просто невозможно. Человек не может совершать рукный намаза, не совершает, нету того туманина, то есть того совершения намаза размеренно, которое является рукным. Человек не может. В таком случае, конечно, он может оставить этого имама. Хорошо, или должен даже оставить этого имама. То есть, если ты не можешь рукный совершать за имама, не можешь совершить рукный, намадство безрукно происходит практически тогда конечно что отделяешься от этого имама как указывать ясно или нет